Всем привет, мои хорошие! С вами Экей Мили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет мукбанг. И это видео я снимаю одна. Видео будет про дулму. Вот так вот она выглядит. Здесь такая большая порция, которую я постараюсь все съесть. В этом мне поможет лаваш. И обычная вода. Это дулма из листьев винограда. То есть вот так вот она выглядит. Наверное, русские сейчас меня вообще не поймут. Скажут, что это такое вообще. Не знаю даже, как назвать. Кавказское блюдо, азербайджанское блюдо. Потому что я заметила, когда я говорю кавказское блюдо, появляются недовольные люди, которые считают, например, это блюдо азербайджанским или грузинским. И начинается там в комментариях недовольство. Чтобы никого не обидеть, я просто назову его кавказским блюдом. Также нарезала. Немного овощей. Обожаю просто. Это кажется немножко странным. И может быть, с первого раза вам оно вообще не понравится. Потому что эти листья винограда имеют такой необычный привкус. Ну, если вы когда-то ели, дулому, то обязательно ставьте лайк. Вот перчик, кстати, я тоже очень не любила в детстве. Сейчас обожаю. Также меня, кстати, очень часто обвиняют в том, что мне мама помогает там готовить. Вот в данном случае я сама приготовила эту дулому. Причем получилось очень даже вкусно. вкусно-то как. Также, кстати, хотела затронуть тему наших совместных видео с Асквадимой. То есть я в инстаграме выложила пост о том, что теперь вместо Фати будет другая девочка сниматься со мной. Это на самом деле правда. Но вы все поняли не совсем правильно. То есть вы подумали, что мы поссорились с Фати, или что-то произошло. на самом деле это не так. Просто у Фати очень много других дел. Она на самом деле очень загруженный человек. Поэтому, когда у меня бывает свободное время, у нее не бывает свободного времени. И наоборот. Поэтому пришли к выводу, что мы будем снимать видео не только вместе, но и порознь. Так видео будет больше. И наши каналы уже начнут развиваться без друг друга. Потому что я замечаю, что все ждут, все хотят видео с Фати на моем канале и со мной на Фатином канале. Это, конечно, очень приятно, очень хорошо. Но наши каналы также должны развиваться и без участия друг друга. Сколько было людей, которые написали, спрашивали у меня точнее, что почему, да как. Всем отвечать было очень трудно, поэтому я решила в видео все рассказать про это. У меня есть подруга, которая также хочет создать канал про еду. Я решила ей помочь. То есть, если мы будем с ней снимать совместные видео, следовательно, ее будут тоже уже узнавать в YouTube. И ее видео тоже будут набирать просмотры. То есть, например, я начинала с нуля. А ей не придется начинать с нуля, потому что есть я, которая покажет ей дорогу, которая поможет ей с подписчиками. Совместное видео с ней все равно ей принесет подписчиков. И, конечно же, прежде чем делать такой шаг, я спросила у Фати, не против ли она того, чтобы я снимала видео с кем-то. В идее, канал мой, я имею право делать все, что я хочу. Но у нас с Фати очень такие доверительные отношения. Мы всегда советуемся друг с дружкой. Например, у меня есть еще такая идея помочь, например, одной из моих подписчиц тоже создать свой канал. Мне то, что мне не трудно снять. совместное видео с какой-то моей подписчицей. А для человека это будет очень хороший старт. Конечно, у меня не миллион подписчиков, но где-то 20 тысяч человек уже узнает ее. Скорее все, это будет девочка. И уже в дальнейшем будет намного проще. с нуля начинать монетизация, такие дела. Поэтому, если бы вы хотели участвовать в моем конкурсе и тоже снять совместное видео со мной, и вообще хотели бы стать блогером, напишите, пожалуйста. Мне просто очень интересно, сколько на самом деле желающих. Проблема в том, что снять со всеми желающими мне не получится, потому что я живу в Баку. Мне нужна девочка, которая тоже живет в Баку. Обязательно. Благодаря вам мне становится больше подписчиков. Благодаря вам у меня развивается канал, и мне хочется что-то хорошее сделать для вас. Пусть у меня не получится для всех сделать что-то хорошее, пусть для одного человека, но я буду развиваться и так далее. Мне кажется, это будет очень интересный конкурс для тех, кто хочет начать стать ютубером, потому что на самом деле сейчас очень трудно прорваться на ютуб, но очень тяжело. То есть такая конкуренция, если даже вы будете снимать интересные ролики, ютуб, просто вас не рекомендует. Потому что уже есть блогеры, которые уже продвинулись, и их контент ютуб считает интересным, поэтому ваш контент даже не предлагает. прорваться и подборки т.е. т.е. с т.е. с т.е. 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 вообще напишите в комментариях что вы думаете насчет этой моей идеи. как вы думаете найдутся ли желающие хотели бы вы но опять же тут знаете вопрос немножко сложный в том плане что нужен человек именно который живет в Баку а по другому как или хотя бы в Азербайджане а насчет Фати не переживайте все хорошо ближайшее время у меня на канале с ней совместные видео не будут а у нее есть уже снятые материалы поэтому она будет монтировать и выкладывать а я пока что снимать видео с другими людьми очень вкусно я даже не думала что я так быстро справлюсь до ума обалденная хвалю потому что сама приготовила надо было когда готовила еще и снимать для второго для фуд канала я всерьез прям задумываюсь о создании второго канала где я буду готовить даже название придумала Алька Эмили Фуд как вам? также кстати обязательно пишите в комментариях если у кого-то идеи по поводу моего второго канала название как можно назвать мой кулинарный канал мне приходит в голову только Алька Эмили Фуд четыре штучки осталось у Васи там тоже есть планы кое с кем снять видео я просто не могу пока что вам это рассказать с одним маленьким мальчиком но очень талантливым мальчиком я по-моему рассказала все подробности просто не хочу ой да упал просто не хочу спойлерить то есть я думаю должно получиться интересно с одной стороны я боюсь что все уже привыкли к Фате но если сейчас на моем канале появится другая девочка она столкнется с хейтом то есть все будут писать что где Аскватима Аскватима намного лучше что это такое я ее уже предупредила но она согласна я надеюсь что вы не будете настолько строги и привыкнете к ней тоже с одной стороны боюсь потому что она человек который все близко к сердцу воспринимает вы у меня я знаю строгие все таки я тоже такой человек я привыкла смотреть например одного блогера вижу что появляется человек который например копирует его меня сразу это жутко раздражает поэтому в какой-то степени я вас пойму но все равно вы тоже поймите меня я просто хочу чтобы ничего не осталось а тем более это хорошая идея чтобы давать возможность и другим людям продвинуться на youtube нельзя быть очень завистливым человеком нужно помогать другим тоже и в том числе и своим подписчикам тоже меня если честно раздражают люди которые просто на пустом вместе мне пишут что ой сделай мне рекламу моего например канала вот это я не люблю на самом деле а чисто добровольно сама кому-то помочь я могу но когда меня просто просят мне такое ощущение что мною пользуются несколько раз было такое что мои знакомые просили меня сделать рекламу бесплатно я думала что я с них деньги что ли буду брать я делала рекламу потом через месяц через два от меня отписывались и все или со мной просто не общались это еще был на прошлой работе поэтому я хочу помочь кому-то действительно достойному человеку может быть этот человек эта девочка меня догонит я буду только рада водичкой запью я пожалуй наелась было очень-очень-очень вкусно как готовиться дома вы можете загуглить загуглить вбить в ютубе очень много там видео уроков вы можете посмотреть также приготовить я ее просто обожаю получилось обалденно пальчики оближешь сегодня вообще было видео такое знаете больше разговорного типа я очень прошу вас написать в комментариях свое мнение по поводу моих вопросов на этом все я очень надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал мне будет безумно приятно а я вам в свою очередь желаю приятного аппетита удачного дня с вами была эмили всем пока спасибо спасибо